Конюшня Юрбика Конюшня Юрбика Конюшня Юрбика Конюшня Юрбика Конюшня Юрбика Конюшня Юрбика по моему желанию. Все написали, что видео очень классное и лишь несколько комментариев написали о том, что они не против о преображении нашего персонажа. Так что теперь Джессика будет постоянно обновлять свой гардероб, прически, макияж и, возможно, каждый раз выглядеть по-новому. Но пока что на ближайшие прохождения ее облик будет именно такой. Герман? Нет, он в отпуске и я не знаю, когда он возвратится обратно. А ты кто такая? Герман? Нет, я не знаю, когда он вернется назад с отпуска. Это может занять много времени. Ага, тебя зовут Джессика. Нет, я не слышала о тебе раньше, но если ты хочешь помочь, то здесь всегда найдутся дела. Поговори со Стейном, нашим конюхом, если ты захочешь помогать. Здесь, в конюшне Юрвика, мы уважаем упорный труд. Или же ты можешь посоревноваться здесь, ведь хорошие наездники тоже уважаемые нами. Поговори со Стейном. Ты хочешь помочь здесь? Как хорошо. Да, нам нужна будет помощь, ведь каждый день здесь полно работы. Знаю ли я, когда Герман вернется с отпуска? Отпуск? Он же... А подожди немного. Я обещал никому не рассказывать. Эх, я всегда проговариваюсь. Тебе действительно нужно встретить его? Хм, если бы я знала тебя поближе, тогда бы... Но ты, если хочешь, можешь помочь нам здесь. Принеси пару рабочих рукавиц вон там, в кладовке. Вот тебе ключ. Принеси пару рабочих перчаток из кладовки. Ну вот, для настоящей работы всегда необходима пара рабочих перчаток. Здесь, в конюшне Юрвика, как ты, наверное, и сама знаешь, есть не только лошади. У нас есть коровы, лошади, свиньи, а также куры. Мы очень любим здесь животных. Иногда кажется, что мы работаем в зоопарке, а не в конюшне. Хе-хе. Ты можешь помочь нам в дойке коров? Ты знаешь, как это делать? Хорошо. Тогда ты знаешь, что это не трудно. Возьми ведро и подои коров, которые стоят в коровнике за оградой. Подои коров в конюшне Юрвика. Наши лошади в конюшне Юрвика – это наша гордость. Мы имели здесь лошадей испокон веков. Знала ли ты, что раньше здесь была королевская конюшня? Мы стараемся, чтобы лошади были на природе как можно больше. Если этому позволяет погода, и тогда мы кормим их на свежем воздухе. Довольно очевидно, да? Вот сено для лошадей. Положи его в их кормушке на пастбище за пределами ограды конюшни. Они наверняка очень голодны сейчас. Покорми лошадей конюшню Юрвика. К твоему сведению, свиньи в этой конюшне очень прожорливы. Сколько много я не кормил бы их, они хотят еще больше. Но может быть это потому, что я такой великий шеф-повар? Вот тебе ведро с помойами, Джессика. Вылили их в свиные кормушки, и тогда они успокоятся на некоторое время. Накорми свиней. Мы забыли сделать очень важную вещь. За ходом в игру нужно обязательно поухаживать за своей лошадкой. После обновления технической составляющей ухода за вашей лошадью, вы иногда можете об этом забывать, потому что у вас нет никаких уведомлялок, если только навести на иконку лошади или нажать на Q. После того, как ваша лошадь достигает 15 уровня, вам не высвечивается получение опыта, так как он вам больше не понадобится. Но не забывайте, что ежедневный уход повышает ее настроение, а значит и скорость. КОНЕЦ В данный момент на конюшне Юрвика продается три породы лошадей. Это Фриз, Кнап Струппер и Лепицаан. Все масти вы можете найти в режиме покупки. Какая порода вам может нравиться из данных лошадей? Мне, к примеру, когда-то нравились Кнап Струпперы, но сейчас, к сожалению, они не такие популярные, из-за того, что моделька недостаточно новая. А вот Фризы, к сожалению, страдают отсутствием новой амуниции. Зато Лепицааны – любимчики на выездковых мероприятиях. Ты сделал все дела. Теперь необходимо вернуться к Джоанне. Или же Стейну. Хорошо, ты действительно сильно помогла, Джессика. На тебя можно положиться. Максимальный предел для шиллингов Юрвика достигнут. Почему бы тебе не пойти по магазинам и не потратить их на новые вещи и снаряжение? Иногда ты накапливаешь слишком много монеток. И, к сожалению, копить еще больше их пока не получается. Поэтому придется немножко потратиться. Можно постоянно покупать сено или купить что-то нужное в магазине. У меня лично не так много вальтрапов. Поэтому придется пойти и посмотреть, что же доступно в магазине. Но, к сожалению, так как Джессика меньше девятого уровня, хорошая амуниция и одежда ей пока не доступна. А где-то и вовсе должен быть двенадцатый уровень. Так что, видимо, придется купить немножечко сено, чтобы хоть как-то понизить пределы шиллингов. А жалко, уже хочется покупать хорошие вещи. Но осталось буквально чуть-чуть. Один уровень, и мы сможем покупать хорошие вещи, так как Джессика уже восьмого уровня. Если находишь по карте разные магазины, не поленись в них заглянуть. Иногда там могут найтись очень интересные сюжетные вещи. И секрет состоит в том, что не все вещи, не все предметы, не вся амуниция, которая существует в игре, присутствует в глобальном магазине. Поэтому советую заглядывать в такие маленькие ларечки. В них может найтись что-то интересненькое. Спасибо. Хорошо, что ты здесь. Ты настоящая умелая труженица. Теперь у нас открыта репутация со Стейном. Нужно ежедневно приезжать на эту конюшню и выполнять все задания, которые могут быть у Джоаны, у Стейна, а также на доске по уходу за конюшней в данной области. Доска находится здесь. А еще мы можем переехать и жить на этой конюшне. Но пока что не вижу в этом особого смысла. Бери навоз, дай сено лошадям, напои лошадей. Эти три задания являются базовыми и находятся на доске абсолютно любой конюшни, в абсолютно любой части Юрвика. Они помогают тебе подкачать репутацию или же подзаработать шеллингов. Ну что ж, раз мы здесь закончили, надо, наверное, найти другое занятие. Стейн говорила нам о том, что здесь присутствуют скачки. Вон желтый восклицательный знак. Давай поговорим и узнаем, что нужно. Привет, ты здесь новенькая? Очень приятно познакомиться. Меня зовут Барбара. Ответственная за соревнования конюшни Юрвика. Мы очень гордимся нашей скаковой дорожкой. Хотя некоторые части, как бы это сказать... Эх, мост сломался. И не посередине скаковой дорожки было разбито поле. И при скачке по ней приходится ехать прямо через загон. И... Ты понимаешь? Она очень потрепанная, но по-прежнему очень веселая. Хочешь попробовать? Очень хорошо. И не волнуйся, что тебе нужно ехать один промежуток по полю. Филипп Санфельд, владелец поля, дал разрешение на это. Скачи к финишу в соревнованиях конюшни Юрика. Если ты только начал играть в Старстейбл онлайн, советую скачке проходить четко по флажочкам или же по стрелочкам. Но в будущем, когда у тебя уже начнется более спортивный интерес и желание пройти гонки как можно скорее, ты будешь учиться срезать. В каждой гонке есть разные моментики, которые можно сократить или объехать. И тогда время на прохождение гонки окажется намного меньше. Это важно для таблицы рекордов, если ты хочешь получить свою еженедельную награду за твои успехи. Правда, это очень сложно. У тебя должна быть обязательно максимально прокачанная лошадь с максимальным уходом. Ну а также самая хорошая амуниция. Ну и не забывай, что уровень персонажа тоже влияет на вашу скорость лошади и ее поворотливость. Так что тебе нужно будет много работать и много тратить сил ради ухода за своей лошадкой, ну а также прокачиванием твоего персонажа. Продолжение следует... Обязательно проверяй, какую репутацию дают скачки. Возможно, они тоже помогут тебе в достижении какого-либо задания или же уровня. Хорошая была скачка! Так быстро! Выполнив это задание, мы открыли ежедневные скачки у Барбары в конюшне Юровика, которая как раз и дает репутацию с данной конюшней. Ну что ж, на этом мы закончили. Но там есть еще какой-то восклицательный знак. Пожалуй, оставлю его на чуть попозже. Ну что такое? Мы видим на мини-карте еще один восклицательный знак задания. Не забывай, они всегда желтого цвета. Пойдем посмотрим, что нас там ждет. Привет, так это ты, Джессика? Добро пожаловать на арену конюшни Юровика. Встретимся с Марком и Арчибальдом Рейнельцем CDXL третьим. Или же Ай-Ай. Я Марк. Я сам приехал с другого острова. Из Великобритании. Моя страсть – троеборья. Я представлял Юрвик на соревнованиях по всему миру. На этом милом островке я живу уже целую вечность. Так что он стал мне новым домом. Кстати, Баронесса когда-то хотела посвятить меня в рыцаре за вклад в развитие спорта и все такое. Но в итоге дело не выгорело. Какой-то там был скандал с девушкой, запертой в башне. Я уже не выступаю, но мой старый соратник тут. Со мной. Познакомься с Арчибальдом Рейнельцем CDXL Iii 440 третьим потомком выдающегося рода тракененских лошадей. Я зову его Арчи, для краткости. Что, тебя что-то смущает? Когда Евы предложила великолепную идею соединить конкур и гонки по пересеченной местности в конюшне золотого листа, я и сам захотел устроить что-то подобное. Не хочешь попробовать? О, так как раз кстати. Ведь в конюшне Юрвика появилась новая гонка. Кхм. Минутку, приведу себя в порядок. Вспомню речь. Привет-привет. Добро пожаловать на гонку Снэйкбайт конюшни Юрвика. Наверное, тебе интересно, откуда у нее такое название. Когда я только приехал на Юрвика, еще мальчишка, и то на лето поселился на севере в коттедже Снэйкбайт. Много лет спустя Уэттон и любезно познакомили меня с их братом Германом, и я смог организовать собственную гонку. Не где-то там, а в самой старой и знаменитой конюшне Юрвика. Прямо здесь. Но я не забываю о том, с чего начинал, и название гонки напоминает о том самом коттедже, где зародилась моя любовь к троеборью. Ой, ладно, наверное, я тебя уже утомил разговорами. Снэкбайт конюшни Юрвика ждет. Попробуй свои силы в новой увлекательной гонке от Марка и Арчи. Мы за это будем получать небольшой презент в качестве 20 шиллингов Юрвика, на первый раз 20 опыта персонажу и 250 опыта лошади, а также данная гонка тоже дает нам репутацию в конюшне Юрвика. Ну что, давай попробуем? КОНЕЦ 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 К сожалению, жалко, что весь получаемый опыт я теряю впустую, так как у Джессики пока что нету никакой другой лошади, которую можно было бы прокачивать, так как начальная лошадка тоже уже 15 уровня, как и хрустальная диадема. Но посмотрим, может быть в скором времени у нее появится новый друг. Класс, мне понравилось, как ты справилась с каждым препятствием этого маршрута. Если хочешь попробовать еще раз, приходи в любое время. Ну, пока. Мы открыли ежедневную гонку в конюшне Юрвика с Марком и Арчи. На этом мы, наверное, и закончим. В следующий раз мы сделаем маленький перерывчик и пока качаем репутацию в конюшне Юрвика, отправимся на поиски хозяйки у пропавшего котенка. Ну, или же выполним другие задания конкретно в городе Ярлахейме. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем прохождении. Субтитры подогнал «Симон»!